СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ 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 Фестиваль национальных культур с 10 до 3 на площадке возле диорамы 12 июня. Все, определили, установили. Елена, Дом дружбы народов выступает организатором или соорганизатором фестиваля? Дом дружбы народов выступает организатором мероприятия. Так, вы собираете тех людей, которые будут представлять на этом фестивале разные совершенно культуры национальные? Да, мы собираем представителей различных национальностей, которые у нас проживают на территории города Кирова, Кировской области. Это будет клуб «Мир», будет представлять русскую культуру, он уже неоднократно представляет. Историко-кровеческий клуб «Мир» знаем. Мы его, да. Будут у нас два коллектива, которые будут представлять Индию, индийские танцы. Они тоже проживают на территории Кировской области? Нет, девочки русские, но танцуют и занимаются индийскими танцами профессионально. Это как в фильме «Балабановский сёстры» или это Бодров снимал? Ой, я слушаю, я вообще-то себе вопрос задал. Русские девчонки танцуют индийский танц. Да, вот у нас, значит, узбекская диаспора, таджикская диаспора, дагестанская земля. Сейчас азербайджанцы покажут свою культуру, евреи. Ну, знаешь, ну куда же без евреев? На праздники без евреев нельзя. Абсолютно. Просто не праздник, иначе. Без земли по-пределению нельзя. Морицы. В принципе. То есть пока вот я насчитала семерых участников. Казаки. Так, восемь. Это что, национальность уже теперь? Ну, там есть свои особенности такие. Особенности, безусловно. Да, и костюмы, и всё. Так что там тоже интересно. Ну, да, согласен, что своя культура есть, ваше. Так, как это будет всё? То есть это будет какая-то официальная часть в начале? Или сразу же начнётся с чего-то такого развлекательного? У нас начнётся с официальной части. Что это будет? У нас будут приглашаться руководители наши. Угу. Главы диаспор. Ну, и, соответственно, будут подворья, где у нас национальное подворье. Будут выставлены национальные сувениры. То есть показаны, да, вот, книги какие-то такие национальные, на национальных языках о культуре. Так, вот сейчас сразу же вопрос. Подворье будет на улице организовано, не в здании диорамы, да? То есть это будет некая площадка? Да, будет у диорамы. То есть сам концерт будет проходить у диорамы. То есть всё на улице будет происходить, вообще всё на улице, да? Палатки вроде бы, да? Там будут какие-то палатки. У нас установлены будут палатки, в которых будет находиться национальное подворье. Вот, соответственно, каждый желающий может будет прийти, посмотреть, почитать, полистать, потрогать в руках. А купить, например? Посмотреть. Только посмотреть, да? Да. Вот, и, соответственно, также весь концерт будет проходить на улице. Вот, то есть каждый желающий может остановиться, посмотреть, послушать, поучаствовать. Угу. В таком формате. Все, на площадке приходим, и там все это уже можно увидеть. То есть, а концерт будет постоянно идти? Ну, в течение, да. Вот в течение всего вот этого праздника. Ну, то есть, после того, как закончится официальная часть, это, наверное, займет все равно минут 30-40 где-то или поменьше. Поменьше. Поменьше даже, да? Соответственно, там начнется концерт. С половины одиннадцатого и до трех часов. Если будет погода не очень удачная, что вы будете делать? Надеемся, она хорошая все-таки будет. Ну, я понимаю, а если? Все равно концерт пройдет. Концерт пройдет, даже под дождем. Ну, берите зонтики и приходите. Надеемся, все, скип вас хорошая погода. Так, значит, вот сейчас выяснилась грустная совершенно деталь. Николай задавал вопрос, а можно ли купить что-то будет там из изделий, которые, может быть, там, винирных каких-то изделий, да? Еще чего-то вот такое с национальным окрасом, с национальным колоритом. Это никак вообще. То есть, торговлю вы не организуете, да? Национального такого нет. Такого не будет. То есть, будет только концерт. А будет ли угощение? Я вот смотрю, я вот смотрю на Анатолича. Вот почему-то смотрит на меня. Анатолича, потому что Анатолича все время приходит с подарками. А я сегодня... Ничего страшного, мы сытые. Я исправлюсь, вы только заявите. Это не намек, это не намек. Но все-таки будет подготовлено какое-то национальное угощение. Мы задаем этот вопрос по поводу плова. То есть, пока ничего будет. Плов. Да, то есть, еще пока это... Обещать пока не можете, но предположительно, ну, будьте стараться, чтобы он был. Елена, ну, потому что здесь идёт рёхать всё равно, если человек... Людя проголодается, конечно. Да, надо что-то обязательно перекусить, что-то съесть. Желательно, что-нибудь тоже национальное. Так что наши пожелания будут приняты, я думаю. Да. Так, ну, давайте теперь будем переходить всё-таки к каждой отдельной диаспоре, к каждому национальному такому вот кусочку, сегменту, да, в этой мозаике большой. Кто и что будет представлять? Ну, давайте мы, наверное, с Гайдара Гайдара начнём. Да, вот дагестанское землячество у нас традиционно активно достаточно участвует в национальных каких-то праздниках, в наших фестивалях. Что вы будете представлять? Да, мы принимаем участие, мы стараемся быть активны, мы стараемся быть духой со временем. Мы живём на Вятке долго, давно вернее. И с тех пор мы полюбили, естественно, эту Вятку. И здесь даже был такой... В 15-м году я организовал школу лесгинки на МОЗ в Кирове. И, значит, вот как раз на таких мероприятиях мы выступали, и на День города было, и на фестивале Дружбы народов в Александровском парке были, мы выступали. Ну, в этом году тоже, наверное, мы сделаем всё, что будет возможно, но не получится так, как в прошлые годы, потому что у нас школа пока не действует временно по определённым причинам. и, ну, постараемся что-то показать вам. Ну, то есть это лесгинка будет? Или не обязательно? Естественно, могу обещать лесгинку. Да, могу обещать лесгинку. Есть у меня один человек, который покажет вам лесгинку, один молодой человек, мальчик 14 лет, Гайдарова Мурад его зовут. И, значит, ну что, пока дальше, наверное, кухня будет. Кухня. Кухня, да, национальная. Ну, по крайней мере, мы идём к этому, посмотрим, как там погода позволит, посмотрим, как возможности будут там, потому что это надо лепить муку, тесто надо, значит, тесто надо там, это надо варить, там, с мясом, там, вот такое. Если это позволит, я не знаю. Если разрешат, да? Да, если разрешат. По санитарным, прежде всего, соображениям. Да, да, именно по санитарным нормам. Если мы пройдём, вот, мы постараемся вот это сделать. Хорошо бы, что прошли. Да, да, очень хотелось бы, потому что это, ну, национальная истинная тагистанская еда, блюда. А по поводу вот танца вы говорили, задали вопрос, индийские танцы, откуда, да, эти девочки будут танцевать. Естественно, у нас тоже вот, мы здесь занимались вот этими танцами, у нас были в основном русские девушки, русские женщины, они очень любят вот этот танец, видимо, этот азарт, вот это, не знаю, как назвать, вот... Энергия, энергетика такая, да? Драйв, как говорится, да, вот это, наверное, любят. Ну, вот уже год мы как не работаем, всё, каждый, можно сказать даже, что каждый день поступают звонки. Когда вы уже откроетесь обратно, что такое? Да, да, пишут в ВКонтакте, все ждём, ждём, ждём. Ну, перспектива-то есть, что откроется снова? Ну, есть, есть такая перспектива, ну, 50-50, я говорю. Ну, пока непонятно. Пока не будем, да, загадывать. Да, да. Пока непонятно. По поводу дружбы народов, по поводу того, что надо дружить, надо организовывать вот эти мероприятия, это, в Махачкале есть дом дружбы, вот такой там, там есть у нас Алиева Наида, вот я немножко шпаргалку себе здесь выписал, есть Алиева Наида, директор этого дома дружбы. Дома дружбы в Махачкале. Да, она созванивалась, мы с ней созванивались, она предлагала артистов дагестанских разной национальности, а у нас, вы как знаете... А Дагестан самая многонациональная республика России. Нет, вот она, сейчас я скажу, вот она предлагала нам сюда, ну, чтобы мы пригласили, ну, в силу определённых там материальных в большей степени возможностей, отсутствия возможностей, мы не смогли это и пообещать, и сделать, ну, пока не смогли, но всегда же так не должно быть, должно когда-то у нас... Когда-то, может быть, и получится. Да, и получится, может быть, кто-то поможет, какой-то мессонат появится там и так далее. А вот хотел сказать, что 100 национальностей, это вот коренных у нас 14 национальностей, Дагестан — это самая большая многонациональная республика в России, а Россия — это на четвёртом месте в мире после Индонезии. На первом, втором месте Индия, потом Бразилия, по-моему, там, соответственно, да. 190 национальностей и народностей в России. А у нас в Дагестане 100 — это коренных 14, а потом ещё русские. Кстати, русские где-то на четвёртом, по-моему, месте или на пятом месте национальностей. Русских тоже у нас очень много. По численности жителей, да? Да, по численности, да. Это на 2000-й год была вот такая вот информация была. И, конечно, многонациональная республика. Хотелось бы, чтобы здесь тоже познали людей, познакомились, чтобы понимали не всё, что говорят по телевизору, это правда, а там, к сожалению, часто неправду говорят. Ну, у новостей такая особенность, что новости обычно попадают не очень хорошие информации. Да, да, да. Хорошие не в топе. Да, это правда. Эти хейтеры, которые, и хайпажёры такие, вот они мусырые. Да, это было сейчас, да, кух, суровое. Да, да, да. Они вот это всё вот так вот в отрицательном фоне продвигают, к сожалению. Но это всё не так. Мы, вся страна, независимо там, ну, там, конечно, исключения, наверное, есть, но вся страна наша, как я думаю, сплочённая и дружная. Ну, в общем, мы все так-то мира хотим, конечно. Конечно, конечно. Есть, конечно, у нас там друг к другу, может быть, какие-то претензии. Ну, не без этого. Это же как к соседям возникает в многоквартирном доме. Но так мы все, конечно, хотим жить мирно. Еврейская национально-культурная автономия, что будет представлять, Ало? Танцы. Танцы. Танцы, танцы. Песни, песни, песни. Флэшмобы. Так, это что такое? Ну, в смысле, я знаю, что такое флэшмоб. Как это будет у вас организовано? Как это будет? Вы не скажете. Это сюрприз. А, ну правильно, иначе неинтересно же будет. Если мы эту тему обсудили, мне кажется, это будет такой довольно интересный сюрприз вообще для жителей нашего города. То есть всех ждём на... То есть я так понял же, что принимать участие у меня будут все, кто пришли? Ну, раз флэшмоб, видимо, да. Он в какое-то определённое время начнётся. То есть к какому времени подходить-то? Ага. К началу, да? К началу праздника. Я не скажу. Подходить к началу праздника. А как вы будете извещать о его начале? Кто-то там в микрофон скажет, что вот сейчас вот здесь... А вот я выйду, например, самодан. Вы выйдите и пригласите. Нет, я не случайно спросил насчёт флэшмоб. Дело в том, что да, понятно, что это как бы случайная должна быть вещь, но у нас в последнее время они все уже идут так вот завтра, вы, вы, вы выходите, и мы... У нас тут всё заорганизовано уже. И мы проводим флэшмоб. Мы называем это почему-то флэшмоб. Да, хотя это не флэшмоб. Ну вот здесь же присутствует элемент случайности. Вы не знаете во сколько. Вы знаете где и в какой день. И мы не знаем, что там будет. Да, вы знаете, что это флэшмоб 12 июня примерно с 10 до 15. Да, в какое-то из этого. А дальше сюрприз. Возле Арама. Да, всё остальное сюрприз. А там приходите. Ну, давайте хоть скажем, что-то нужно человеку с собой дополнительно или для этого ничего, для чего-то ничего. Руки, ноги, ничего. Ничего на настройках. И настроение, голова. Ну, если есть желание, я лично вам предоставлю. Спасибо. А это можно? А это можно? А, вот насчёт, кстати, кип и прочего всего. Ещё у нас есть такая задумка. Мы хотим поставить такую, организовать некую фотозону там же, где посетители вот этого мероприятия. Каждый может подойти, сфотографироваться с настоящим живым евреем в национальном костюме. И при этом надеть на себя национальный костюм, который будет там. То есть реально это можно будет, да? Да, это реально можно. Это бесплатно, потому что в прошлом году народ пугался и спрашивал, сколько это стоит. И все были удивлены, когда мы говорили, ребята, это бесплатно, пожалуйста, пожалуйста. Это еврейский костюм. Понимаешь, почему народ так, видимо, и спрашивал, потому что столько анекдотов у еврейских. Потому что есть стереотипы, конечно. Это еврейский костюм, это бесплатно, как это может быть? Вот, да, конечно. Наши евреи ломают стереотипы. Ну, там сами, да. Да, как это, даже лозунг, кировские евреи ломают стереотипы. Ура! У меня вопрос, а это можно фотографироваться в национальном костюме еврейском? То есть это не запрещено, нет ничего? То есть не будучи там, скажем, иудеем? Не будучи иудеем, так нет, не страшно, что-то нет. Ничего там нет такого, да? Я думаю, что как-то вы так... Нет, ну на всяких случаях. Нет, я просто никогда не видела людей, людей, ну, вероисповедания, да, которые там носят кипу, например. То есть я знаю, что если человек в кипе, то это человек иудеи, скорее всего, да. Ну, вот вы меня же просто, вот я в ступоре, я не знаю, что сказать. Хорошо, а кировские евреи ломают стереотипы. Да, да. Да, придётся эти фразы всё время отмечать. Так, мы переходим к азербайджанской нашей диаспоре, да. А у нас Илькин Муртузаев представляет её, и Елена представляет её. Нет, 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 нет. Хорошо. Елена представляет Дружбу народов. Извините. Елена в роли организатора данного мероприятия. Благодарём. Мы планируем представить людям, которые придут посмотреть в диораме нашу культуру, нашу национальную, наших национальных поэтов, композиторов. Различные национальные книжки хотим выставить, планируем. Вот обсуждается вопрос по поводу плова, как уже упомянула Елена ранее. Этот вопрос довольно-таки очень бурно обсуждается, и все его хотят помочь организовать. И я думаю, что всё будет хорошо, у нас всё получится. Вы прямо на месте планируете готовить, вот как Гайдар говорит там, да, или вы приведёте его откуда-то уже готовый? Нет, скорее всего, будем ест... Я ещё не знаю, мы ещё... Пока-пока не понятно. Ну, как хотелось бы, вот как хотелось бы. Хотелось бы, хотелось бы, конечно, на месте. Ну, потому что это ароматы же, конечно же. Да, конечно. Это просто посмотреть, как человек делает плов, это уже красиво. Да, и всё-таки все слышали, все слышали национальные блюда азербайджана вот об этом плове, но я уверен, что не каждый пробовал. Мне кажется, очень много государств, республик оспаривают вот это вот первенство. Нет, ну, каждый раз, наверное, свой, свой, свой. Это национальный плов, да? Да, и у каждого, правильно, 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 всё правильно. Вот именно азербайджанские, честно говоря. Двести разновидностей плова. Двести, двести. Очень много, да, на самом деле, очень много. И каждый по-своему делает. Кто много масла туда, кто поменьше, варианты. Морковь тут уже режет. Деправы различные, у каждого свои. Можно ввести, да, да. Кстати говоря, есть даже еврейский плов. Не сомневалась. Вот, да. А чем он отличается от традиционного? Очень долго готовится. Там очень много измечается мясо вручную, вот прям. Состояние почти фарша. Немножко по-другому. Понятно. То есть это всё равно рис и мясо посмотрят, да? Да, такое мировое блюдо просто. Мировое блюдо, да. Как пельмени, наверное. Ну, пельмени нет. Нет. А за пельмени тоже многие борются, между прочим, как за своё блюдо. Русские с китайцами, разве что. Кстати, кировчане с удмуртами. Можно я опять скажу. Еврейские пельмени тоже есть. В кухне это называется креплых. Пельмени, да. Креплых? Креплых. Рагестанское называется курзе. Курзе. Да, там косичка плетут. Тут есть в магазинах. Ну, смысл тот же. Тесто и начинка. Тесто и мясо. Начинка разная тоже у всех. А в Азербайджане тоже ведь есть, наверное, что-то. Ну, понятно, там, наверное, хинкали, манты, вот это вот всё. А что-то вот поменьше по размеру, типа пельменей такое есть или нет? Мы делаем, насчёт пельменей нет, мы делаем долму, да, из виноградных листьев, да, всё верно. И мы делаем ещё в виде ромбиков, такие разрезанные в виде теста, и блюдо такое называется хинкаль на нашем языке. Но есть в мире-то более известные грузинские хинкали, которые... Они другие, они по-другому, да. Они как большие пельменики. Да, да, да. А у нас есть своего рода. То есть это просто тесто, которое сварено, да, вот в бульоне? Да, 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 и оно... Его очень часто, когда едят, добавляют туда кефир и чеснок. Ну, соус такой. Да. Соус такой. Так, слушайте, я уже есть хочу. А мы в обеденное время... Начали о культуре, опять соскочили на еду. А как еду? Важная часть культуры. Головная часть культуры, да. Приходите на фестиваль аварских хинкалей, попробуйте. Это мне до 12-го числа так вот всё, значит, это и надеется, да? Вы смотрите в интернете, там, смакуете, там, подготавливаетесь, настраиваете, структируете. Не ешьте, Николай, готовьтесь. Это процесс очень такой приятный. Более подробная информация появится на ВКонтакте, в группе Дома Дружбы Народов, да. То есть там и меню будет выложено, да? Там уже, да, более подробно, то есть что там вот представлено, да, вот афиша. Аллу, вот мы не спросили, а вы будете... Ну, раз все так, но, может быть, мы подумаем тоже. Какое-нибудь такое блюдо, которое вот прямо... Нет, готовить мы не будем, это что-то будет такое лёгкое. Маца, например. А, ну да, то, что можно было бы просто взять. На ходу перекусить перец, вот шмобом, чтобы... Дрестный слог. Да-да-да. Готовить это, конечно, сложно, там утром будет, если разрешат. Ну, конечно, это улица и... И костёр надо, и кастрюлю надо, и народ большой, и много народа там надо варить, доставать. Тарелки, вилки, ложки, ну, это всё вот так вот. Тяжело. Хорошо, мы так оттолкнулись от плова-то, зацепились за еду, а от культуры-то, да, дошли. Также мы хотим представить наших национальных вокальных коллективов, чтобы они спели, чтобы они показали, как они поют, чтобы все услышали. Я думаю, что это тоже будет очень интересным и познавательным для людей, особенно тех, которые интересуются культурой различных национальностей. А вот про национальные коллективы сейчас вопрос. Это кировские коллективы или вот кто-то приезжает к нам? Нет, у нас есть свои национальные вокальные, да, певцы, которые и поют, а также могут играть на инструментах. Вот мы планируем ещё вот такое организовать. Ну, это такая вот музыкальная часть. А будет ли у вас что-то вот подобное тому, что делает у нас наша еврейская национально-культурная автономия? То есть можно ли будет сфотографироваться с кем-то в национальных костюмах? Ну, вот, не знаю, там, с человеком, который готовит плов. Ему, конечно, некогда будет позировать, но... Или с какой-нибудь красивой баджанской женщиной рядышком постоять. Или с вашим вокалистом, например. Конечно же, вокалисты будут у нас в костюмах. Да. Это точно. Мы хотели организовать фотозону в области, где будут выставлены наши книги. Наши, допустим, ещё думали о посуде. У нас тоже, знаете, грушевидные, допустим, стаканы? Нет, я не знаю. Как это? А я знаю, это то, в чём в Турции подают чай. Да, да, да. Маленький такой стаканчик. Такой, да, 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 и немножко расширяющийся. Пелло, типа пелло. Ну, да, только маленькое, из стекла. Да, 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 и с ручкой такой маленькой. А, ну, вот... Она как тётька такая. Да, 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 да. Там различные уже есть. Так, грушевидные стаканы. У меня без ручки дома. Знаешь, куда? Вот, и мы хотели вот организовать в этом месте фотозону, в которой можно будет сферегироваться. И также там флаги, ну, картины, различных красивых мест нашей страны. Будет очень интересно, на самом деле. То есть вы всё-таки организуете её? Да. Потому что вы так всё время говорили, мы хотели организовать, но сейчас снова скажут, а у нас там санитарная норма не позволяет. Нет, я про фотозону, я про фотозону. Да, да, да. То, что будет. Это здорово. Это такая выставка-презентация получается, да, Азербайджан? То есть, во-первых, там, может, жалко всё-таки, что купить нельзя, опять же, вот эту форме... Грушевидный стакан. А их в Кирове продают армуды? Ну, это одно дело, где-то их продают, а другое дело, вот, взять... На фестивале. На фестивале, именно, да. Вы можете познакомиться, договориться, вам и разобраться. Хорошо, я уже познакомился, осталось только договориться. Мне кажется, что да, может быть, когда-то вот к нам прислушаются, к нам, ко всем желающим, да, и возможно будет как-то да. Потому что нет, ну, хорошо, мы приходим на фестиваль, да, мы посмотрели это всё, мы послушали, мы даже, может, что-то съели, и вот хочется что-то же ещё... Напоминало, ну, понятно, да. Да, память. Это же очень важно, что-то вот держать в руках и вспоминать, что вот я был на прекрасном фестивале, да, вот этот вот там... Или я поеду туда? А почему нет? Было ведь так, эти прошлые годы в Александровском парке, в Паласке были, да, там торговые зоны были, но для этого готовились, там были выделены финансирования, было, деньги были. Это почти чисто на антизуазме там, да, мы делали там... Без средств организовать, и площадка, конечно, возле диорамы не очень, наверное, да, большая. Это всё тяжело там делается, но, тем не менее, стараемся делать что-то, чтобы было для Киропча. Нет, ну, конечно, надо приобщать людей России, конечно, в культурный раз. Надо бы чиновникам обращать на это внимание, большое внимание, надо бы чиновникам думать о том, что реально вот такие вот мероприятия, они знакомят людей друг с другом, сплачивают, там меняют вот этот негативно-позитив, естественно, меняют. Люди друг друга познают. Это не в год один раз, честно говоря, вот я так думаю, что не в год один раз надо бы это делать, а в квартал, каждый квартал делать по разному. Какое-то мероприятие, общего разговора, чтобы можно было знакомиться. Ну, что-нибудь, да, которое вот именно собирает вот национальности. У нас сейчас небольшая пауза, небольшой перерыв, мы вернёмся через полторы минуты. Мы продолжаем «Союз нерушимый» в нашей студии Алла Новикова, руководитель еврейской национально-культурной автономии в Кировской области Елена Азизова, менеджер по организации массовых мероприятий областного Дома дружбы народов, Илькин Муртузаев, помощник председателя азербайджанской диаспоры, и Гайдаров, заместитель председателя дагестанского землячества Кировской области. А говорим мы о фестивале национальных культур, который будет 12 июня, в День России, на площадке... На площадке Уди-Арамы с 10 утра до 3 часов дня. Вот вроде бы мы по времени договорились. Я вообще заметил, вот пока был перерыв, люди там решали вопросы, здесь прямо оргкомитет собрал. То есть я думаю, что если мы там 15 минут спрашивали, ничего-то не знали, сейчас они на многие вопросы готовы уже ответить, они уже всё решили здесь. Спасибо вам, что вы собрали нас здесь, а то мы так не могли встретиться. А так мы редко собираемся. У меня вот такой вопрос, мы поговорили немножечко о программе праздника, мы сказали, что будет, ну понятно, будут какие-то культурные номера, будет выставка национальных книг, фотографий, костюмы национальные. Фотозоны будут. Это очень слышно, Алла. Нормально, хорошо, это уже праздник начался, это уже начался праздник. Я думаю, да, что это, откуда музыка? Будут фотозоны. Ничего страшного. И будет даже совершенно неожиданный для всех флешмоб. Это наша еврейская автономия приготовила, не сознаётся, что такое будет. Но мы полагаем, что тем интереснее. Ну, говорят, что достаточно хорошего настроения для того, чтобы принять в нём участие. Я не спросила, но сейчас всё-таки уточню. Какие-то отдельно специальные мероприятия для детей вы будете делать? Игры какие-то, может быть, подвижные, ещё что-то? Или пока вот это не запланировано? Орг-комитет не успел обсудить, да, в перерыве? Это какие-то детские площадки, чтобы люди приходили вместе с детьми, чтобы дети были чем-то заняты. У нас фестиваль «Ноль плюс», что-то для всех. Пожалуйста, приступим. С маленьких, самых-самых-самых маленьких. Так вот, что они там делать-то будут? Маленькие, это самое... Флэш-моб. Флэш-моб, да? Ага, ну как маленький, да всё опять вам. Не фотографироваться в костюме бесплатно. Это как раз в тему я как раз с детьми занимаюсь. С нашими, правда, еврейскими, но... А они, мне кажется, не сильно отличаются от всех остальных. Вот так вот, чисто, да, вот... Дети – это дети. Дети – это здорово. У меня ещё был вопрос. Я хотела спросить у наших гостей, вот, описать, не знаю, может быть, сравнить празднование национального дня. То есть здесь всё-таки у нас как бы День России, да, вот 20 июня. Мы здесь все живём. Но наверняка же вы всё-таки там многие ездите к родственникам, да. Вот Алла, наверное, была в Израиле неоднократно. Нет, нет. К родственникам собираюсь. Только поедете ещё, да. Ну, вот я спрашивала у Илькина, как это отмечается в Азербайджане. Вы можете нам рассказать, да? В Азербайджане тоже есть национальный, наверное, праздник, да, День Республики. Не знаю, как это называется точно. Честно скажу, День России в Азербайджане у нас не празднуется. Нет, 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 не День России. День Азербайджана. День Азербайджана, да. У нас есть такой праздник, День Республики Азербайджана. Да, День Независимости очень называют. Он у нас проходит 28 мая. 28 мая, он у нас позавчера был, буквально два дня назад. Что за праздник у нас, День Азербайджана? На самом деле этот праздник имеет свою давнюю историю, которая начинается с 1918 года. В 1918 году у нас был подписан договор о декларации независимости, которая состояла из таких факторов, из пунктов, полагающих, что отныне азербайджанский народ является носителем суверенных прав, а Азербайджан охватывает восточное и южное Закавказье. Было отмечено, что форма политического устройства независимости Азербайджана устанавливается демократическая республика. Но эта демократическая республика, этот праздник отмечался, был признан в течение 23 месяцев, и спустя 83 года, 83 года ровно, снова вернулись к этому, и начиная с 1991 года после распада Советского Союза снова начали по сегодняшний день... Именно вот этот праздник вернули, который был тогда? Да, да, да. И по сегодняшний день снова этот праздник отмечается, и он является выходным днем. Город, у нас страна вся украшается, вся преобразуется, и люди отдыхают, наслаждаются. И такой вот день официальный праздник. Готовят плов. Готовят плов. Готовят, готовят, выступают, сочиняют, показывают свои, допустим. У нас же в Азербайджане тоже очень много туристов, на самом деле. И вот тут у нас, так сказать... Причем поток растет туристов. Очень много, да. У нас разные различные турниры европейские... Механа. Проводились, да. Так у вас вот буквально на этой неделе финал был Лиги Европы в Баку. Да, да, да. Вот посмотрел. Я смотрел. Любители футбола-то точно знают. Как на Олимпийском стадионе. Да, 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 все верно. Это было очень так. И помимо этого еще у нас там проводятся различные турниры по дзюдо. Формула-1. Формула-1, да, да, есть тоже. Как бы Азербайджан такая прям страна. Мои знакомые, кто были в Азербайджане, они, конечно, говорят, что да. Есть вот такие прям очень яркие впечатления в поездке, потому что приезжаешь... Это очень яркая страна. Да, посмотри на людей. Огунаешься в совершенно иную мир. Ты посмотри на людей, да, какие яркие люди, да. Так, Алла, а в Израиле все-таки хоть вы там не были. Конечно, конечно, да. День независимости Израиля отмечается. Ну, как он, естественно, это выходной день, это парады, салюты, это огромный праздник. Начали его отмечать в 1948 году. По еврейскому летоисчислению это 5708 год, день 5 ияра. То есть это не какая-то определенная дата, а по еврейскому календарю, солнечно-лунному. То есть оно из года в год, она разная может быть, да. Да, в этом году это было 8 мая, на Камине Дня Победы. То есть тоже недавно все происходило, да. Ну, естественно, там всякие праздничные мероприятия, никто не работает, все веселятся, радуются. И едят. Евреи так долго ждали своей страны отдельной. Своей независимости. Это грандиозный праздник. Я у Гайдара хочу спросить в Дагестане. Ну, понятно, Дагестан не празднует какой-то отдельный там. Нет, ну, каждой республике. Да, но в республике очень много национальности, у вас какой-то праздник такой объединяющий, американский. У нас каждый праздник объединяющий, у нас по-другому нет. У нас на остановке стоят вот эти, те, которые стоят на остановке, они тоже уже объединяются. Я так и представила себе это. Учитывая то, что много наций там, друг друга мы не понимаем, естественно. У вас диалекты разные, да? Языки разные. Нет, языки разные. Есть у нас группа, вот, к примеру, аварцы. Вот я аварец, он аварец. Он говорит на своем диалекте, а я знаю литературный язык. Мы друг друга не понимаем. Вы друг друга не понимаете. У нас общий язык – это русский. Русский язык нас объединяет. У нас наши люди выезжали, значит, выезжают на фестиваль, к примеру, вот я справку тут выписал одну. В прошлом году в июне месяце фестиваль «Многоцветие России», посвященный Дагестану, прошел в Москве. В Москве, в Доме национальностей. И вот тут, значит, показывают, пишут, что там были представлены работы наших мастеров. А мастера у нас, значит, златокузнецы кубачинские, знаменитые, ковры. Там у нас, вы знаете, прекрасно Дербент. Дербент – это старинный город. Все знают про Дербент, наверное. Ну, я вот вчера даже держал в руках Дербент. Да, вот там дербентские ковры. Ну, это то, что вы вчера держали, тоже в том числе. Это очень такое, ближайшие людей, как русский язык. Да. И, значит, есть унцукульские изделия, это краснодеревшики. Есть, значит, вот глина, как… Гончарные. Гончарные. Гончарные изделия. Ну, действительно много мастеров. Это все в Москву возили вот на праздник, да? Ну, это все, естественно, наверное, возили, да, сколько-то… Не все, конечно, все не вывести, сколько-то… Ну, показывали, конечно, да. И там выступала группа, ансамбль, не группа, извиняюсь, очень извиняюсь. Это знаменитый ансамбль «Лезгинка». Знаменитый ансамбль на весь мир «Лезгинка» там выступала. Хореограф этого ансамбля, Жамбулат Магомедов, тоже говорил, что это именно является фактором объединения народов. Конечно. Да, он это тоже отмечал там. Ну, вот так вот проводят. А про мастеров, вот я говорил, что про мастеров, а у нас очень много мастеров спорта еще. Вы понимаете, знаете, у нас Дагестан – это кузница, можно, наверное, так сказать, не ошибусь, бойцов, спортсменов. И вот этот момент тоже очень… за это тоже я очень горд, скажем так. Молодцы, спорт, здоровье и туризм, естественно, там… А он сейчас развивается, да. Да, вершины, этот горы, горный Дагестан, прекрасные каньоны, прекрасные черкейская плотина, только чего стоит красавица, где я проработал 17 лет. Работал там, и скалолазом работал, и сварщиком работал, я там до сих пор забыли. Очень красивые места, да, очень красивые места. Я периодически у себя в ленте в Фейсбуке вижу фотографии. Ну, говорить можно много, я люблю говорить, но я понимаю, у нас время ограничено. Да, время у нас ограничено, к сожалению, заканчивается. Мы уже должны заканчивать программу, поэтому еще раз мы приглашаем всех наших слушателей 12 июня, в День России, выходной день, между прочим, да, на площадке… Не только у вас в Афермаджане, у нас тоже выходной день. Не только в Израиле, да. В общем, приглашаем всех на площадку возле Диорамы, там пройдет фестиваль национальных культур. Все это начнется в 10 утра, продлится до 15 часов. Сейчас определяется, будет там возможность перекусить или нет, но в любом случае… Возможность перекусить, я понимаю, будет, просто как это будет устроено. Да, как это будет устроено, да, как это будет. Можно ли прямо на месте там вот понаблюдать за поварами, как они готовят. Ну, так и должно быть. Да, ну, это, конечно, это вот, ну, просто ты, когда слышишь, чувствуешь этот аромат, приготовляемый, аромат специи. Господи, Анна, хватит, я уже скоро… Сейчас Николай побежит обедать, я его отпущу, да. Готовьтесь сфотографироваться, потому что будет возможность сфотографироваться. Это вот, кстати, такая памятная история. Бесплатно. 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 Благодарим наших гостей Аллу Новикову, руководителей еврейской национально-культурной автономии в Кировской области, Елену Азизову, менеджера по организации массовых мероприятий областного дома «Дружба народов», Гайдара Гайдарова, заместителя председателя дагестанского землячества Кировской области, и Илькина Муртузаева, помощника председателя азербайджанской диаспоры. Доброго вам дня. Спасибо большое. Всем кировчанам еще раз приглашаю. И успехов вам, чтобы все получилось очень здорово. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. К сожалению, закончили. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ